Доброе утро! Меня зовут Екатерина Яцкевич, и сегодня я расскажу вам всё самое интересное о формуле здоровья. Сомнительное удовольствие. За последние 15 лет рост инфекций, передающихся половым путём, значительно возрос. И сегодня в формуле здоровья о венерических болезнях. Всего в группу инфекций, передающихся половым путём, входит более 20 болезней. Сифилис, гонорея, трихомониаз и хламидиоз, а также мико- и уреоплазмоз – самые распространённые. Из вирусов – герпес, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция и вирус папилломы человека. О нём мы подробно рассказывали в одном из выпусков. Большинство ИППП имеют схожие симптомы – зуд, изжение в области гениталий, боли при мочеиспускании, выделении с половых путей. Но есть и такие, которые вообще не имеют никакой клинической картины. Запущенная инфекция опасна осложнениями. Женщина может угрожать воспаление яичников, невынашивание беременности и даже бесплодие. Мужчинам – простатит, бесплодие и нарушение сексуальной функции. Существует несколько способов диагностики ИППП. И самый простой – это микроскопический мазок. Но он достоверен только тогда, когда инфекция недавняя. Наиболее точным признан метод ПЦР, позволяющий обнаружить в крови даже небольшое количество ДНК-возбудителя или антител к нему. Лечение инфекций, передающихся половым путём – трудная и длительная работа врача и пациента. Послушаем эксперта. При любой выявленной инфекции, передающейся половым путём, обязательно будет лечение с помощью антибиотиков. Они будут разные, потому что в зависимости от инфекции разный спектр антибиотиков, разная чувствительность. То есть разная бактерия, вернее, на разную бактерию будет действовать разный антибиотик. Лечится обязательно пара с обязательным контролем после лечения. То есть мы провели курс лечения. При самом лечении обязательно должен быть половой покой, то есть не должно быть контакта. И после лечения обязательно контроль излеченности. Если каждый из партнёров стал здоровым, он вылечился, мы тогда можем рекомендовать половой контакт. Потому что если кто-то из партнёров не вылечился до конца, то будет просто реинфицирование, и мы будем повторно иметь инфекцию, от которой только что пациентка, например, вылечилась. Если молодой человек её не закончил курс, либо он закончил, а у него оказалась довольно устойчивая форма, и наше лечение не помогло и не дало результата в первом этапе лечения. Помните, друзья, про своевременное обследование и классический способ защиты – презерватив. Надеюсь, всё, что мы вам рассказали, будет полезным для вашей формулы здоровья. Все материалы рубрики доступны на сайте ONT.BY и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите, подписывайтесь. До встречи!